Книга «Открытым оком». Тема «Объединение». Том 19. Вопрос 3344. Столько писали против экуменизма и показывали всегда на таких иерархов, которые живут по меркам мира сего, торгуют водкой и табаком, лгут и участвуют в экуменизме. А теперь к ним идут на поклон. Как они теперь их оправдывают? Что говорят в их защиту? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У беспринципности и бессовестности нет границ. Там остается пепел и его развеивает ветер пустозвонства и пустословия. Цитата. Действительно, в советские годы некоторые иерархи церкви в России шли на определенные уступки. Это не секрет, как и не секрет, что когда апостол Павел был еще савлом, он был ярым гонителем христиан. Патриарх Алексий принес покаяние. Он, совершая литургии почти ежедневно, более трехсот раз в год, вымаливает и свои грехи, и грехи своей паствы. При его первосвятительстве ежедневно открывается по три храма в день. Суждения о значении и качестве разных явлений в России при нашем недостаточном осведомлении не могут иметь пока окончательного значения. И в большинстве случаев носят характер не директивы, а мнения отдельных лиц. Взаимная любовь и забота о единстве церковном, особенно важная в дни ереси и расколов, требует от каждого из нас сугубой осторожности в наших выступлениях. «Положение в России не имеет прецедента, и потому никакие нормы не могут предписываться никем из нас в отдельности». Конец цитаты. Еще цитата. «Декларация – это часть истории нашей Церкви. Будучи церковным человеком, я должен принимать на себя ответственность за все, что было в жизни моей Церкви. Не только за доброе, но и за тяжелое, скорбное, ошибочное. Слишком просто было бы сказать, я ее не подписывал и ничего не знаю». Сегодня же мы можем сказать, что неправда замешана в его, митрополита Сергия, декларации. «Отстаивая одно, приходилось уступать в чем-то другом. Были ли другие организации или другие люди из числа тех, кому приходилось нести ответственность не только за себя, но и за тысячи других судеб, которым в те годы в Советском Союзе не приходилось поступать так же. «У людей же, которым эти уступки, молчание, вынужденная пассивность или выражение лояльности, допускавшиеся церковным возглавителям в те годы причиняли боль, у этих людей не только перед Богом, но и перед ними, людьми, я прошу прощения, понимая и мотив». Алексий II. Журнал «Московская патриархия. Номер 10. 1991 год». Еще цитата. «Грех цареубийства, происшедшего при равнодушии граждан России, народам нашим не раскаян. Будучи преступлением и божеского, и человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его нравственном самосознании». И сегодня мы от лица всей церкви, от лица всех ее чад, усопших и ныне живущих, приносим пред Богом и людьми покаяние за этот грех. «Прости нас, Господи!» «Из послания патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской Православной Церкви к 75-летию убиения императора Николая II и его семьи, 1993 год». Как пример можно привести церковного историка Сергея Фирсова, который в октябре сего года дал интервью на радио «Радонеж» и, не одобряя политику митрополита Сергия, «Однако, не сомневался в его искренности и жертвенности. Но даже при искренности бывают ошибки, промахи. Господь нас смиряет и приводит к покаянию, без которого невозможно спасение». 1 Тимофею 4.2 «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Такие дельцы от религии, как Ридигер и Гундяев, никогда не пойдут по примеру папы Маркеллина и патриарха Павла, предшественника святого патриарха Тарасия. Они пали, но покаянием восстали и, конечно же, никогда уже не претендовали на свою бывшую должность. Эти же мертвой хваткой вцепились в греховное прошлое и в свою доходную должность словолюбия. Если бы они открыто раскаялись, то могли бы быть прощены, конечно же, оставив свои должности навсегда. Евангелие от Луки 15.21 «Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». 1 Коринфянам 15.9 «Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». Меня спросили, что бы я хотел у Господа повыспросить, в чем не согласен. Бог у меня в гостях. На табурет присел, и у меня вопросов нет. Все стало ясно, и все, о чем мечталось и ждалось, не чаялось, чтоб сбылось, воплотилось, но посетил, как мытаря Христос. И все вопросы испепелила милость. Все разрешилось, как бы само собой. Отпущенное время истекало, душа свободно пела, не была рабой. Все рабство из души ушло по капле. Не высказать, что сделалось внутри, не в теле, нет, не в сердце, много глубже. Когда Иисус со мной заговорил, слова Его вошли сначала в уши. И в жилах, нет, не те слова пишу, а много глубже и прочней ста крат, как будто бы уже свершился суд. И мой Господь со мной, Он лучший брат. И разделение не было между нами, настолько близко-близко, как одно вошел привычными библейскими словами, которые люблю, уча давным-давно. Меня спросили, было то во сне, не наяву же, лишь воображение. Но стало именно тогда ясней. Христос, тот свет, и перед Ним все меркнет. Мне кажется, мы так и не расстались. Он рядом, наклонившийся со мною, своим дыханием Библию листает, прохладу создает при искушении знойном. Господь, нам хорошо и на прогулке, не покидай и в тягостном труде напоминанье милости. В колечке круглом и в полукруге радуги молись и не робей. 20 декабря, 2006 год. Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин